всем привет дорогие мои с вами колонова аня проект фаберлик онлайн и в этом видео я вам расскажу о новинках каталога 2 2024 значит самом начале я вам скажу что мне были недоступна новая коллекция идеальные формы которая называется то есть ни штаны ни юбки я не смогла заказать пока что так но когда они будут доступны я обязательно закажу и когда-нибудь все-таки сниму и так в второй момент из новинок к сожалению опять таки да вот эти вот у нас новиночки идут до футболки сердечком различного такого вот характера и вида с прямым силуэтом тоже мне к сожалению вот не достались поэтому пока что я не могу их сделать в обзор ну что ж начнем с вами с самого начала но будем прыгать туда-сюда потому что все вот поэтапно смотрим с вами первое это у нас линейка которая называется аметист мыло гель для душа где для интимной гигиены и соль для ванны с пеной все называется аметист и на самом деле идет очень классный притягательный аромат к сожалению интимный гель мыло и соль я не смогла тоже заказать их не было в наличии поэтому могу вам показать только гель для душа таким образом он очень приятный аромат мега супер приятно пахнет я просто обалдела от его аромат это действительно такая знаете какая-то вот нежнятина фиалка да то есть ну и вы видите его в принципе консистенцию сейчас мне очень очень понравился артикул 33 73 рекомендую мылиться как он мылится как он пенится просто все на самом деле великолепно все работает хорошо так же как в принципе и вся линейка story de amor следующая новинка это такой вот классный клевый гель для душа валькирия он полностью светлый прозрачный густой очень хорошо пенится но больше всего мне конечно же понравился аромат это аромат для парфюмерной воды как вы видите тут вот он идет да то есть у нас есть и beauty кафе и пурту жур дизирабли донна филичи каори да то есть мурмур то есть все ароматы есть и мужские и женские да то есть вот такие вот которые именно вторят парфюму но вот это вот такая вот сладкая какая-то снежная искристость это конечно бомба это очень вкусный это очень клевый гель для душа который мне действительно запал сердце и душу буду его очень часто заказывать артикул восемьсот восемьдесят шесть 18 он идет тоже 150 миллилитров в общем красота запах просто обалденный такой сладкой свежести также у нас с вами появились мини версии парфюмерных вот которые а больше всего нравится да все вы знаете что у компании фаберлик есть традиции выпускать какие-то новые ароматы и ароматы которые очень сильно понравились покупателям которые всех больше покупают да понятно а выпускается еще и в мини версии для более удобного использования данного продукта ох такая вкуснятина мне досталось это просто что-то с чем-то до заметили в этом каталоге нет кремов ухаживающих и в этом каталоге нет женских парфюмерных вод только был пробник который мне тоже был недоступен сейчас передо мной ванвэй значит парфюмерная вода ванвэй идет тоже 35 миллилитров артикул 3273 основные ноты кардамон черный чай и табачные листья это такой грубый сладкий аромат очень такой знаете мне лично приятно я очень сильно не люблю сладкие ароматы но этот аромат и мне нравится вот для меня он лично для моего носа вот это вот сладкая грубость перемешку со свежестью я бы так выразилась очень очень приятно и почему-то я думала что составе есть мог нам хай почему-то нету дальше с артикулом 3270 идет парфюмерная водичка game day она более легкая такая более свежая но не менее стойкая чем предыдущая значит тут идет составе очень интересный да такой состав коричневый ром и рис и цветы табака тоже присутствует да то есть если тут табачные листья были что тут цветы табака вот эта водица меня прям честно скажу покорила и у мужа есть две таких вот полноценных версий уже да одно начал вторая еще стоит закрытая и вот сейчас у него 3 будет как бы дорожный такой вариант это такая знаете грубая озоновая свежесть меня она очень сильно привлекает мне очень нравится я прям вот без ума именно вот этой геймдей очень вкусно очень приятно и моему мужу она прям очень сильно подходит прямо очень сильно весьма впечатлена новинкой красный перец разогревающая маска так она называется это народный выбор во первых да да люди которые вот голосуют выбирают хотят что-то видеть да и больше всего вот проголосовали вот за эти гели для душа за шампунь и за маски то есть им хотелось что-то такое недорогое натуральное больших объемов для того чтобы пользоваться всей семьей да все могли пользоваться всей семьей и вот эта маска разогревающая она так и называется рост волос во-первых она идет большой объем 250 миллилитров во вторых стоит абсолютно недорого как вы видите цена вообще очень даже прельщает ну и давайте с вами поговорим именно о свойствах значит разогревающий эффект способствует стимуляции роста волос это во-первых во-вторых усиливает кровообращение и пробуждает спящие луковицы что мне очень понравилось да вот это вот выражение уменьшает выпадение волос и стимулирует рост новых красный перец это мощнейший природный стимулятор роста волос известный своими разогревающими действиями а масло усьмы это чудодейственный ингредиент для улучшения состояния волос и их укрепления значит у него очень интересная такая консистенция я уже попробовала он не течет ничего запах у него практически нейтральный я его практически не слышу при попадании на кожу он начинает печь и жечь но жжение не болючие то есть она не болючие жжение вообще нисколько ни разу все комфортно но были моменты когда я думала все капец сейчас будет сильно жечь но нет этого не настало я сделала наверное слишком много следующий раз я уже нанесу маски поменьше что первый раз как-то мне показалось что я хорошо так подчеркнула в общем одну треть маски я за раз и расходовала ну примерно на мои волосы я так понимаю на 4 раза ее нормально будет хватать артикул 3380 сейчас про нее включится ролик как я ее вообще тестировала да итак сегодня мы с вами будем новую масочку смотреть на нашу с вами новое полотенце очень даже кстати красивое да с сердечками значит маска у нас идет красный перец разогревающая вот такая вот красотка артикул 3380 вот ну что нам обещают что у нас не и будут расти волосы то есть такая вот она такой консистенции давайте же попробуем значит нанести нужно маску по всей длине волос и по всей голове на влажные волосы то есть это волосы которые подсушены получается полотенцем но больше всего мне конечно хочется чтоб попало на корни потому что пойдет активация волосяных фолликул все такое прочее будем смотреть распределяем по всем волосам я бы наверное даже еще бы чуть-чуть добавила не хватает густая такая маска хорошая на полу густая я бы сказала что ж будем ждать эффекта дальше что у нас написано это по всей длине распределите так 10-15 минут мы ждем для усиления разогревающего эффекта можно надеть шапочку и дополнительно обернуть голову полотенцем ну что ж у меня есть такие вот шапочки одеваем я буду держать 15 потому что столько манипуляций проведено так ну и обязательно одену полотенце все буду 20 минут ходить как тетя моча ну что ребят таймер сработал если честно я еле дотерпела печет ну так очень даже хорошо очень даже прилично и даже вот вместо где попала крем вроде бы ничего не крема маска вернее да вроде бы ничего не покраснело но печет вот это вот место очень сильно ну что ж давайте посмотрим вроде бы ничего не покраснела да но печет ого-го-го как но я не могу сказать что это доходит там до каких-то болевых ощущений нет это не доходит но все-таки ощущения такие что маска реально работает ну красный перец он и в африке красный перец как мне папа любит говорить так ну что ж переходим к способу применения значит надеваем шапочку оборачиваем голый полотенцем ждем 15 минут я все 15 минут продождала мне уже пошло наверно 17 пока с вами болтаю далее тщательно смываем водой и все то есть не нужно больше ничего делать тщательно смываем водой и средняя частота применения два-три раза в неделю если вы хотите чтобы вас много-много выросло волос а вот так ну что смывается маска действительно хорошо все великолепно но честно сказать голова до сих пор горит да то есть она до сих пор горит хотя волосы расчесываются легко все замечательно нет никаких как каких-то вот нареканий к маске вообще ничего нет буду пользоваться буду заказывать буду покупать потому что применение легкое простое вот вроде бы как все замечательно еще могу сказать что полотенце просто отлично наше новое впитывает который на день влюбленных но это лимитированная линейка мне кажется она закончится очень быстро потому что она няшная так сейчас мы с вами попробуем такую вот сыворотку голова помыта маска смыта да все великолепно и я хочу попробовать вот такую вот сыворотку для волос питание и защита она идет как питание и увлажнение защита от негативного воздействия окружающей среды вот способ применения просто равномерно распределите по влажным волосам уделяя особое внимание поврежденным участкам то есть смывать эту маску не нужно давайте же с вами ее пробовать я ее тоже впервые вижу такие маленькие закрывашечки есть так значит открывая так смотрим такая вот штучка это понимаю проще ее распределить таким образом по рукам очень приятный аромат вот эти вот морожки как раз таки этой линеечки и начинаем наносить да то есть это уже на корни волос не наносится это наносится именно на все волосы люблю распределять вот такой вот расческой видите да заказал ее то ли на яндекс маркете то ли на вальберис очень удобно вот можно легко распределить и не переживать если где-то что-то какое-то место пропустили то все великолепно все равно будет расческа все разнесет ну а дальше у меня один вопрос как феном сушить голову если фен теплый если голова до сих пор ее печет то есть я ее смыла но она до сих пор печет хотя я ее очень хорошо и очень долго смывала да наверное нужно сделать так что волосы естественным образом высохли скорее всего таким вот образом так ну что могу сказать этот бальзам мне понравился питание и защита вот он идет с маслом дикой морожки что в принципе я прям чувствую вот это вот питание и я почувствую что я не буду ничего больше наносить вот ну если только укладочные средства да то есть с уходом все великолепно масса мне понравилось совсем забыла у нас же есть холодный режим на нашем с вами фене так ну что могу сказать волосы я высушила и я прекрасно вижу прямо идеально вижу что не учили нет утяжеления волос волосы рассыпчатые хорошие получились высушивала я их феном как вы поняли голову не пекло потому что через где-то минут пять-десять уже после этого как вы смываете маску все проходит и ничего не остается вот тут у меня слегка еще влажные волосики остались тут концы уже полностью сухие вот отлично замечательно я не знаете бывает такое что вы наносите бальзам и ощущение каких-то немножечко грязненьких таких волосиков бывает да если перебрать но вы видели что я нанесла много и вот они такие вот рассыпчатые в итоге получились да можно и подвидеть их кончики и все что угодно сделать они мне кажется будут очень хорошо смотреться вообще и все будет замечательно волосы ухоженные такие прикольные приятные классные вообще в линейке морожка появляется такая вот классная маленькая штучка питания и защита сыворотка для волос она восстанавливает и питает волосы предотвращает появление секущихся кончиков интенсивно увлажняет придает волосам силу и блеск защищает от негативного воздействия окружающей среды тоже полностью и и протестировала то есть я сделала маску с перцем потом значит я нанесла на волосы вот этот вот клёвый бальзам и могу вам сказать что действительно он обеспечивает легкое расчесывание можно наносить на сухие и влажные волосы он не требует смывания он их не склеивает он их не делает там супер какими-то тяжелыми там да то есть волосики свежие вот чувствуется что голова помыта да то есть голова помыта чистая она ухожена феном хорошо легко все укладывается да то есть все замечательно артикул 1448 она идет 30 миллилитров в общем мне понравилось я попробовала и могу вам сказать что да почему бы нет закажу еще у меня много различных таких вот сывороток для волос практически есть все сыворотки от компании фаберлик и не только от фаберлик и я ими все по очереди пользуюсь в зависимости от настроения и вообще того что нужно да иногда хочется сделать какую-то прическу я понимаю что масло мне не надо наносить мне надо наносить вот тут а сыворотку почему потому что на масле например меньше будет держаться завивка чем на сыворотке вот например а с этой сывороткой я сделала объем выпрямила волосы но через где-то часа четыре объем подопал но я без уходовых средств понятно да без стайлинговых вернее делала поэтому чисто вот просто высушила волосы феном поставила объем чик все сделала как бы мне все понравилось но я понимаю что вот эта сыворотка она реально очень хорошо с одной стороны ухаживает а с другой стороны она не даст волосам быть долго в укладке она все равно сделает так чтобы волосы приопали или нужно использовать какие-то стайлинговые средства я по идее пережженная блондинка и я не всегда когда делаю прическу даже пользуюсь лаком потому что мои волосы как поставишь они так и стоят то есть это питание и защита до сыворотка для волос обладает вот теми свойствами кстати тут в составе идет масло дикой морожки которая восстанавливает волосы до такой степени что они становятся непослушными нужно пользоваться стайлинговыми средствами то есть ближе к натуральным волосам да то есть это плюс я считаю что это плюс я что это хорошая сыворотка раз такое происходит вот это вот мое такое наблюдение дальше значит у нас с вами появляются новые сыворотки причем эти сыворотки идут на основе сока алоэ которые выравнивают тон и глубоко увлажняет кожу ухаживая за ней в течение дня то есть вот эти сыворотки обе у меня приходят они в таких вот коробочках сами они стекло тут у нас идет уже не стекло а пластмасса а вот это вот стекло да баночка в принципе оформление супер мега классная но допустим собой в дорогу стекло я брать не смогу это первый вариант второй вариант они слегка темноваты обе для меня и вот я пытаюсь найти знаете что в аннотации подстраивается ли они под цвет кожи потому что у меня такое ощущение что она так быстро сливается и подстраивается под цвет но нет этого ничего не указано во первых они содержат сок алоэ они дерматологически протестированы подходит для чувствительной кожи и не комедогенно дальше сыворотка тинт для лица с алоэ 30 миллилитров значит это комфортное бархатное покрытие остается совершенно незаметным на лице сыворотка на основе слока выравнивает тон и глубоко увлажняет кожу растительные пептиды есть составе которые предотвращают сухость и потери упругости и также экстракт центеллы азиатской восстанавливает кожу тонизирует увлажняет экстракт белого чая который снимает воспаление стимулирует регенерацию клеток что вообще классно да и витамин е это мощный антиоксидант 96 процентов натуральных ингредиентов так сейчас у меня значит верхняя это слоновая кость давайте вот так попробуем сверху то есть тонны как вы видите абсолютно не совпадает давайте от прям на троечку поставлю в каталог и тон вот какой сейчас вот туда то есть верить моей камере да то есть смотрю прям хорошо совпадает да и вот еще такой тон это натуральный бежевый натуральный бежевый более-менее тоже совпадает но если тут они на фотографии как будто бы с розовинкой на самом деле они идут с желтинкой да вот этот натуральный бежевый вот допустим как он смотрится на моей руке вот это натуральный бежевый видите какой он реально идет с желтинкой значит это у нас тон слоновая кость он более такой свежий более такой приятный и менее рыжий чем на камеру то есть вот видите какой интересный и конечно с моим цветом кожи это конечно же огромный контраст я не могу сказать что мне тот или иной на первый взгляд подходит ну что ж давайте пробовать сзади меня кастрюльки стоят я мамульки свои заказала и не очень понравились она попросила что я хочу еще вид кастрюлик ну хорошо будет на 8 марта исполнена она уже скоро поэтому повезу и подарю 6570 это значит более светлый тон я так понимаю слоновая кость давайте же начнем с него то есть вот такой вот красавчик мне этого мало конечно то есть таким вот образом очень хорошо плохо для меня но хорошо для зрителя у меня есть недостаточки которые у меня еще остались да и это конечно здорово я очень хорошо поболела и так и больная уехала то есть вот видите каким он образом тушуется ну давайте будем смотреть вот смотрите он как будто у него есть какое-то свойство как будто он сливается с цветом кожи да обратите внимание хотя если я сделаю вот так он будет казаться супер мега темным для меня и я буду видеть прям резкий контраст да ведь резкую разницу а так смотришь как будто мой мой прямой тон да то есть как бы великолепно получается и я понять не могу с чем это связано потому что там не написано что он подстраивается под цвет кожи мне показалось что он желтит но обратите внимание да он на моей кожи как-то вот сначала желтыми полосками кладется вроде бы да есть на что поругаться а потом бабац и найдите разницу разницы нет и вот это вот меня конечно очень даже сильно покорило мне понравился вот этот оттеночек но также обратите внимание он не перекрывает то есть нужно пользоваться консилером то есть он выравнивает тон кожи но он не перекрывает какие-либо недостатки очень сильно очень плотно он не кладется таким образом то есть сколько бы вы его не пытались положить да то есть вот закрасить вроде бы закрашивается но через какое-то время все равно этот недостаточек видите начинает выявляться и опять таки хочется его получается закрасить вот таким образом дальше пойдемте я возьму новую кисть и с вами второй оттеночек который натуральный бежевый сейчас его с вами тоже будем смотреть давайте с натуральный бежевый тоже пару раз то есть но он совсем темный да по сравнению со мной как вы видите когда его разносишь по руке он прям прям темный очень кладем на лицо да лицо сразу становится серым каким-то рыхлым сейчас посмотрим с вами тоже недостатки он плохо перекрывает вроде бы как перекрывает но на троечку они становятся не так сильно ярко выражены да ну и по сравнению с ухом видно да что я уже стала такая желтенькая вот то есть тут прямо заметно да то есть что лицо намного намного темнее становится самое что интересное вот сейчас пройдет буквально сколько-то времени и я уже сама начну путать а какой именно где я крем куда нанесла с каким артикулом я не знаю почему это так происходит но как вы видите когда я его наносила он реально желтил а сейчас что на камеру я смотрю что я смотрю в зеркало у меня все одинаково вот еще раз хочется в зеркало посмотреть и я реально не вижу разницы вот серьезно он как будто подстроился и тот и другой как будто честно сказать ну вот посмотрите да то есть вот так это у меня что 6570 это слоновая кость это натуральный бежевый да то есть вот давайте еще раз эксперимент проведет на лбу когда вы его наносите его вроде как ну видно реально видно да но потом проходит какое-то время и такое чувство что я его не наносила ну тон в смысле темнее чем мне нужен я не наносила я вот этому очень сильно конечно удивилась и мне кажется что он подстраивается вот и я даже не вижу разницы до лицо шея особо никакой то есть я вот сейчас да наношу да разношу и я не вижу разницы серьезно вам говорю но перекрываемость у него конечно не особо какая там то есть вот это все нужно все равно будет убирать еще консилером он же идет увлажняющий его можно и сюда но я не вижу чтоб он синячки тоже как-то вот убирал скрадывал то есть у него просто реально очень сильно он не заметен на лице вообще не видно что он есть на лице с одной стороны да а с другой стороны все равно видно что выравнивание есть то есть я его похвалю я его похвалю но она трудные какие-то места если они есть их нужно наносить что еще могу сказать вот если на лице есть какие-либо возрастные изменения да вот морщинки еще что-то он полностью как вы видите матовый и за счет этого у вас не будет видно из-за блеска выделения да вот этих вот там морщинок там бугорков от прыщиков да у молоденьких девчонок то есть вот это же тоже нехорошо когда там все это бугорки вот эти все блестят но тот факт что я нанесла на себя два разных тональных крема и я не вижу разницы со временем да там через минуту буквально мне не дает покоя что это такое да хочется еще нанести найти да смуглую девушку и нанести на нее и посмотреть не посветлеет ли он на ней или он также под нее подстроиться в общем это какие-то волшебства это тональные кремы которые я не поняла в плане того что для какого они типа кожи для очень светленькая очень беленькая и я не вижу понимаете разницы что я на себя нанесла тональный крем обычно наносишь если крем тебе темней чем он есть на самом деле то он темным и остается да то есть на руке тоже вот посмотрите да практически нет разницы на руке хотя я тут еще не да нанесла но разницы реально уже нету практически да вот оно видно вот это вот пятнышко небольшое а если разнести по-хорошему его и на лице не видно и цвет лица он не изменил хотя он в тюбике темнее и как бы заявлен что он темнее да то есть вот если взять каталог то есть да видно что это прям не мой оттенок не тут который да нанесен не от компании faberlic который сфотографирован прям видно в общем я удивилась могу это средство похвалить она действительно незаметно на лице она действительно мега комфортно на лице но очень приятно и я не чувствую там знаете никакой липкости после нанесения ничего то есть я чувствую что я хочу чуть-чуть немножечко да то есть припудрить вот это вот т-зону свою самую проблемную потому что он не матирующий он не заявлен как матирующий то есть вот эти вот места захочется мне припудрить на всякий случай да и под глазками мне всегда глазки размазываются какая бы не была косметика от какого бы визажиста она не была если нижние ресницы крашу то всегда размазывается практически проще наклеить наверное нижние чем накрасить мне да то есть с верхними такой проблемы нету вот поэтому такой вот тональный чудо крем сыворотка ухаживающая 96 процентов натуральных ингредиентов в общем-то хвалю и могу сказать что что-то вот я как-то удивлена честно вам скажу ну что ж перейдем с вами к следующему этапу наконец-то добрались до теней это самое наверное мое любимое самое классное хотя нет самое мое любимое это бады 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 фаберлик очень красивые цвета оттенки приходит такой вот коробочке симпатичный то есть в подарок будет шикарно артикул 55969 тут идут три группы финишей матовый матовый с сияющими вкраплениями и искрящийся сатиновый они легко наносится растушевываются и так далее но сейчас мы с вами это будем дело проверять остановлю вам аннотацию посмотреть такая вот интересная палетка love me tender 9 грамм она идет ну я так понимаю лимитированный выпуск к дню влюбленных ну что ж это я так понимаю сияющий белый так это у нас очень красивый розовый мерцающий прямо очень красивый цвет так может быть мне прибавить слушайте ребята хотелось бы очень красивый такой розовый дальше идет такой до полу неоновый хорошенький очень оттеночек и давать еще вот этот верхний возьмем такая вот красота теперь давайте начнем их сюда переносить то есть увидите до блески тоже переносятся блестки этот вообще какой-то неоновый да так а этот ух ты плотненько лег я не думала что блески лягут так плотненько хорошо мне нравится бежим следующие оттеночки изучать опять-таки светленький такой вот матовый да так такая вот красота так в основном они такие матовые свежие очень красивые оттенки кстати вот этим очень классно брови подводить наверно будет попробуем с вами брови сейчас сделать так насчет такой такой тоже такой да немножечко лимисцентный и самый темный самый темный из палет я так понимаю будет таким вот светло-коричневым последние 4 сводчика с вами сделаем ну слушайте красивые так листюнчик какой этот вот да вроде бы яркий такой кажется мне вот этот больше всех понравился он по свежести взгляду придавать так ну и с такой формы еще сердечко на тот сердечко в сердечке тоже очень красиво давайте же сюда его сделаем таким вот образом как переносится дальше вам было видно бескинчик так это матовый и это матовый с плюсками блески очень хорошо перенеслось тоже вот вам пожалуйста и вся палета так ну что же в первую очередь я думаю нужно накрасить брови давайте попробуем хотя конечно это абсолютно не мой оттенок ну я вижу что неплохо да получается я люблю красить только кончики и потом слегка разносить цвет не люблю сейчас как по моде доходить вот это все зачесывать как вы видите больше да осталось сочетаться с цветом волос так дальше у меня татуаж ужасно старый его пора обновлять уже а я никак не хочу его обновить не лень вот честно линике обновляться на и сюда немножечко ну конечно тени отлично кладутся отлично тушуются на бровях по крайней мере сейчас посмотрим как она на глазах будет себя вести мне нравится просто великолепно мне кажется хорошо так ну все перейдем к теням к их обычному наполнению как обычно у меня будет несколько кисточек от компании фаберлик одна такая вот которую я кручу под тени и вторая такая вот большая большой кистью я буду наносить что-то светлое на века ну и конечно по идее я всегда выбираю светлые тоны тут их два что-то сияющее я наношу ну как вы видите да вот если я так вот делаю то уже видно возрастные изменения и конечно если от блески вот сюда нанесу то блески вот эти возрастные изменения они подчеркнут а если я их нанесу вот сюда на подвижные века они будут классно сиять но это будет в конце значит я буду наносить тогда вот этот вот розовый оттеночек как подложечку на все века смотрите он удачно вписывается он мне даже очень даже понравился сразу этот оттеночек то есть он делает просто лучше и свежее взгляд то есть он как подложечка просто замечательно смотрится великолепно так хорошо тут месяц полотенце я буду стряхивать кисточку чтобы она снова была чистой дальше на другой глазик я так думаю лучше всего нанести еще какой-нибудь светлый тон давайте вот этот вот персиковый наберем то есть набирается он просто наивеликолепнейший и попробуем на этот глаз нанести то есть его уже как вы видите очень даже видно и у него даже с кисточкой да сами знаете что кисточка она немножко уменьшает фигментацию то есть если мы с вами вот так возьмем да да вот так нанесем то есть много хорошо толстым слоем наносится до тень но я люблю именно мягкий макияж именно с кисточка то есть весьма очень даже симпатичный персик мне кажется из этого оттенка это будут мои любимые тени очень красиво смотрится можно еще повыше сделать так как века тяжелая но я сейчас его специально так сделала то есть таким вот образом можно чуть-чуть вдаль в бок увести и нанести то есть я когда расслабляюсь то есть уже нанести веке я вверх делаю брови а так расслабилась практически нету поэтому я наношу слегка повыше но могу сказать что очень красивый оттенок очень если этот и незаметный да хотя если вот так нанести он его будет хорошо очень видно то есть но как быть таким вот образом просто кисточкой он наносится просто как подложечка да вот этот вот так ну что ж пойдем дальше пойдем те что-нибудь посерьезнее выберем давайте не будем перепрыгивать сильно я возьму сейчас такой вот бордовый или какое-то да сильно розовый но это не розово там коричневый никакой да и попробуем сами его нанести уже как основные тени в принципе для дневного макияжа очень даже неплохо даже я бы сказала отлично очень хорошо переносится переносится кладется на тяжелый век сразу же уходит ну и подрастушую то есть если тут где-то что-то окрашилось хотя пока ничего у меня в живую нет то тоже легко убрать ну слушайте великолепно я бы сказала что очень даже круто нанеслось мне понравился этот оттеночек так значит какой же мы еще нанесем тут очень много они все различные ну давайте раз я нанесла этот тогда вот этот нанесем на центр чтоб уже нам с вами посмотреть его работу посмотрю ну как бы до блестки очень даже такие спокойные я бы так сказала очень спокойные вот эти вот блестки то есть они очень спокойные и такие благородные как их назвать да ну ведь растушую границ ну нормально да то есть такой дневной макияж хорошенький да получается так дальше какой же мне еще оттеночек дать давайте возьмем вот этот коричневый он самый самый темный то есть это палета для нежного какого-то макияжа так очень хорошо высоко пигментированный прям великолепные тени вот даже боишься много набирать на кисть вот вот такая красота да давайте-ка давайте-ка посмотрим-ка посмотрим-ка так так тут тоже подрастушуем немножко ну слушайте очень конечно красиво но светловато лично для меня потому что вот да по сравнению с моими бровями хочется еще какой-то темный карандашик сюда подрастушевает да то есть такую небольшую стрелочку маленькую маленькую будет сделать если это дневной макияж чтобы она смотрелась да то есть потому что слишком уж как-то светло ну и давайте вторую блестюшку наложим она обещает быть вроде как поярче ну да она конечно поярче будет чем предыдущая такой же атлас да получается очень симпатично так сейчас мы все это дело соединим давайте вот этим вот оттеночком то есть они видите очень сильно совпадают вот получится уже получше покрасивее так что мы с вами дальше возьмем мне хочется убрать излишки то есть есть чем убирать да это всегда хорошо в полете когда есть чем убирать ну неплохо да так вышло вот вам и полувечерний такой макияж конечно без подводки без всего вот что еще же тут можно попробовать то есть можно попробовать допустим вот эти нежные блески перекрыть таким неоновым цветом очень ярким да смотрите как классно он кладется если пальчиком просто великолепно так сейчас маленькой кисточкой растушую на не получается пока такой вот прям яркий яркий цвет я всегда люблю подрастушевывать таким образом да тоже классно получается да можно темноты нежной до перемешать два оттеночка и добавить сюда вот в уголочек такую легкую темноту до легкую тень добавить чуть-чуть пустим тут в это место и чуть-чуть под низ вот она пошла крошечка которую можно будет убрать вот этим вот оттеночком легкий то есть я люблю убирать чем-то вот таким и получается прикольно ровненько так хорошо можно пудра еще там при убрать немножко да то есть как бы красиво легкий тон такой небрежный ну и на центр вот этой матовости можно еще положить этот вот до светлый такой блестящий оттеночек слегка чуть-чуть и это уже получится следующий результат да уже тоже абсолютно абсолютно другой ну и все можно красить глазки дальше то есть тут бы я еще сделала подводочку вот так вот где-то вот отсюда да такое небольшое да перекрыла бы вот этот треугольник вот ну и конечно ресницы ресниц очень сильно не хватает у меня своих ресниц нет практически но они такие густые но очень такие короткие когда их начинаю красить их хорошо и много бывает то есть сейчас еще хочу добавить вот такой вот неоновый а не неоновый а с блестками оттеночек сюда вот галочек тоже получается красиво то есть такое ровное такое мерцание еле-еле уловимое мерцание тоже очень приятно то есть хорошие тени одобряю я очень люблю хорошие тени в компании faberlic в принципе да все тени очень даже неплохие с ними можно сделать много-много чего интересного да то есть любой образ можно сделать и спокойный и более такой блестящий да и более такой свежий да то есть все что захочется да то есть вот можно даже вот так сюда слегка вот этого мерцания добавить я очень такое дело люблю куда-то вот тут с краешек да и обязательно это мерцание я перекрываю вот этим вот светленьким до самым светлым оттеночком и получается хорошо когда добавляешь ресничек конечно же все начинает смотреться куда круче это сейчас у меня с клеер тоже очень достойная тушь очень мне нравится то есть видите сами разницу на тушь очень хорошо увеличивает что и как-то вот знаете легко она легко как то вот кладется этот тушь согласитесь за стушью тени стали намного лучше смотреться хотя всего пару взмахов и абсолютно смотрится уже по-другому видите тут не сколько тут вон сколько значит тушь сразу скажу что это не новинка артикул 58 75 тут очень сильно отсвечивает поэтому мега неудобно смотреть вот такая вот клевая тушь и цвет зелененько отлично просто смотрится далее такое вот суперская полотенце с таким вот классным рисуночка да то есть тут где сердечки меньше ворса где нет сердечек больше ворса и она с одной стороны все такое вот сердечках а с другой стороны просто ворс целиком размеру этой красоты да вы его уже видели на моей голове размер у такой вот красоты неземной очень очень приятно конечно да полотенце я такие вещи люблю так 70 на 140 хочу сказать что она очень хорошо впитывает я уже его испробовала на практике первое полотенце да если два таких заказала артикул 910 449 плотность 400 грамм на метр вот все как бы великолепно все замечательно материал стопроцентный хлопок как обработаны края то есть вот таким вот образом обработаны края таким вот образом все прошито все великолепно да то есть тут видите обычное такое полотенце но когда вы переворачиваете да тут наступают сердечки да и она полностью все таких вот сердечках до еле таких уловимых но очень даже симпатичных вот ну и следующая очень классная новинка это такие вот клевые классные наклейки которые я очень люблю от компании faberlic мне не действительно нравится очень сильно импонирует почему потому что они во-первых недорогие во вторых ты уже знаешь какой у тебя будет дизайн и так далее и они реально клевые давайте попробуем они очень легко делаются прямо мега просто до такой степени просто что даже смешно так я давайте сделаю вот эту вот кучку она пальчик пальчик сердечком сделаю сейчас все любят это делать вот таким вот образом мы вырезаем то есть тут инструкция конечно есть одна легкая так вот таким образом сфокусирую инструкция очень даже легкая да то есть на 5 секунд мы опускаем элемент водичку кладем эту красоту в воду вот она промокает 5 секунд уже прошло и дальше мы с вами просто эту прелесть клеим туда куда нам нужно конечно маникюр не особо подходящий ну тоже прикольным а другой стороной господи что же я делаю вот так вот клеем прижимаем и сверху чем-нибудь покрываем то есть сердечко у нас с вами голубенькая до оказалось вот такой вот вдруг откуда ни возьмись узорчик до появился да потом ждем пока все высохнет потому что нужно обязательно подождать пока все высохнет и после этого покрываем топом гель-лак например под покрытие или еще чем-то ну я так понимаю можно любое да на любое вообще вырезать все что вам хочется и любое наклеить давайте вот это вот еще сердечко сейчас наклеим и ну вот прозрачным я так понимаю мне просто хочется посмотреть будет ли она прозрачным так кладем ну это ладно все пять секунд проходит и давайте вот сюда на этот пальчик все на видите отходит легко и можно или пинцетом или так просто взять и наклеить куда вам хочется как вам хочется то есть такая вот красота но мне нравится да ни с того ни сего еще дополнительный рисунок и то же самое красный да то есть тоже любой можно взять значит у этого артикул так у черно-белого артикул 71 137 у красного 71 136 тоже все это легко достается и делается все что вам хочется ну например чтоб далеко не ходить давайте возьмем вот эти вот три сердечко малюсики ровно тут не обязательно вырезать на как вы поняли берем вот эти три малюшки запускаем в плавание пинцетиком вылавливаем тут же сразу же да и ну давайте сюда может быть да сюда наклеим вот они остались то есть они внутри там еще идут сюрпризом как вы видите более такие вот нежные да можно пониже их опустить да то есть как-то повернуть или по одному сердечку расклеить это я да как бы 33 сделала сразу то есть таким вот образом вот очень удобно ну после того как она высохла я вот стей он покрою да это у нас стойкое топ покрытия стей он называется артикул 7830 то есть вот где уже все покрываем и ждем пока высохнет я люблю вот так вот побаловаться особенно тогда когда мне гель-лак надоедает мне хочется чего-то еще но не хочется еще пока идти к мастеру пока ногти не отросли маникюр вообще да в принципе я делаю каждые две-три недели да ну смотря на сколько я вообще уезжаю дома я не дома но в основном каждые две две с половиной недели три недели конечно это долго сломала да ничего бывает все равно прикольно и это наверное тоже высохла тоже уже можно покрыть подождать вот такая вот красота капнула еще мимо да господи ребят как школьница да мастеру расскажу как я сама красила ногти взяла и везде накапала где можно и где нельзя ну вообще прикольно можно я в мастеру отдаю наклейки она их под гель-лак просто делает и не могут продержаться 3 недели 4 недели если я не хочу чтобы они долго держались да то есть я просто сама могу сделать вот такая вот красота ну что ж дорогие мои навела полный бардак своим волоконного аня проект фоберлик онлайн до встречи с вами в новых видео улыбайтесь каждому своему новому дню все пока пока